Друзья, всех приветствую на канале Каткод. И сегодня у нас интересное видео. Мы будем работать с LifeWire и сделаем универсальные комментарии. Комментарии, которые можно будет легко применять в любом разделе вашего сайта. Они будут полиморфными, то есть будут работать с любыми моделями. За основу мы возьмем опять-таки наш проект из курсов Laravel с нуля. У нас здесь есть посты и есть комментарии. Комментарии выполнены простым способом. Мы же сейчас их переделаем и сделаем с использованием LifeWire и плюс поработаем с полиморфными связями у моделей. Давайте сразу начнем. Также я уже на эту платформу из курса Laravel с нуля установил LifeWire. Тех, кто идут по роликам далее и у них еще здесь не установлен, то можете посмотреть ролик на моем канале, как устанавливать LifeWire. Ничего сложного здесь нет. Просто через композер добавляете библиотеку LifeWire. Она у меня уже добавлена. И далее в layout app blade просто добавляете два LifeWire styles, добавляющие стиль от LifeWire и LifeWire scripts, открывающимся тегом body со всеми скриптами из фреймворка LifeWire. Возвращаемся к нашей модели. Здесь мы свойства fillable, чтобы указать, какие поля возможны к заполнению данной модели. Это будет userid с пользователем, который оставил комментарий и соответственно сам комментарий. Далее нужно добавить метод для того, чтобы эта модель стала полиморфной. Почему комментабл? То есть вы как назвали это поле до нижнего подчеркивания, в нашем случае комментабл. Так метод должен называться. Здесь мы указываем public function комментабл. И здесь возвращаем метод morphTo. То есть это у нас полиморфная модель и она будет ссылаться на какую-либо одну модель. Полиморф. То есть этих моделей может быть многое количество, несколько. И они могут меняться. Как раз то, что я вам объяснял в поле комментабл.type. Далее также добавим связь на юзера. Она нам пригодится, если мы будем выводить имя того, кто оставил комментарий. Здесь мы возвращаем relation belongs to. и указываем класс юзера. Самой моделью comment2 мы здесь закончили. Далее нам нужно будет указать, какие модели у нас будут ссылаться на эту модель comment2. Это модель post. У нас здесь есть comments. Мы сделаем также вторую связь comments2. И здесь вернем полиморфную связь. MorphMany. Укажем класс модель, которую мы создали только что. Comment2. И далее название того поля commentable и того метода в классе comment2, который мы используем для этой полиморфной связи. После чего у нас уже будут работать полиморфные связи на comments2 из поста. Я рекомендую этот момент выносить в трейты и далее уже в разных моделях использовать. Можем даже сейчас сразу это сделать. Хоть у нас и всего одна модель, но в вашем случае их может быть несколько. И сразу сделаем по-моему. Добавим директорию trades для трейтов у моделей. Здесь добавим класс. Укажем, что это у нас trade. Назовем его также commentable. И создадим его. И здесь добавим просто relation на комментарии. Далее вернемся в пост и здесь уже будем просто использовать trade commentable. И далее если мы создадим в будущем скажем еще news, новости, блог, либо что-либо еще, мы в эту модель будем просто добавлять trade commentable. На уровне моделей этого будет достаточно. Далее мы добавим livewire-компонент, который будет уже выводить, добавлять комментарии. Уже будем непосредственно работать с комментариями. Давайте создадим livewire-компонент. Делается это с помощью artisan-команды. page.rtisan-livewire-make и далее название компонента. Ну назовем мы его соответственно comment. Так, у нас компонент создан, а livewire-компоненты по умолчанию у нас располагаются в директории app, http, livewire и здесь наш компонент созданный comment. Давайте закроем все остальное. А вьюха у этого компонента располагается также в директории views, директория livewire и вот она здесь. То есть то же самое в принципе как и Laravel blade компоненты только через livewire. Также есть метод render, который отображает вьюху компонента. Здесь у нас путь как раз вот до вьюхи. Далее давайте откроем пост. Сразу возьмем вьюху с нашими комментариями и перенесем вьюху в livewire компонента. Здесь у нас будет, ну давайте это чуть позже. Далее в самом livewire компоненте нам потребуется public свойства model. Мы будем передавать текущую модель, с которой будем работать, полиморфную модель. В нашем случае это сейчас пост. То есть опять таки если у вас в будущем бы появлялись другие модели, вы бы подключали к ним эту полиморфную связь, вы бы также сюда передавали. Здесь это все принимало бы свойства model. Также нам потребуется свойства текст для поля с вводом комментария. И также добавим правила валидации при добавлении комментария на как раз свойства текст. Мы добавим, что она у нас обязательная, строковая и пусть будет минимум два символа. Далее нам потребуется, давайте сейчас сразу вернемся к вьюхе. Здесь немножко оживим, нам не потребуется токен, не потребуется action и метод. У текст aria мы уберем атрибут name и добавим атрибут wear model, который будет как раз ссылаться на свойства текст из нашего компонента. И здесь мы его укажем. Так, здесь у нас остается так же. Мы также будем использовать liveWire валидацию, мы сделали уже правила. И в liveWire все работает так же через директиву error. Если будет ошибка, мы будем выводить здесь ошибку и подчеркивать поле красным цветом. Далее button submit и добавим wear attribute submit. И метод будет называться по добавлению нового комментария, но пусть будет add. Так, далее здесь у нас не post, а model как раз, да, наш атрибут. И мы, забыл как назвали, comments2 у нас связь с комментариями. Далее здесь тоже самое у нас будет выводиться имя, здесь у нас будет выводиться текст нашего комментария. По view получается на этом все. Возвращаемся к нашему компоненту liveWire и нам необходимо добавить как раз метод, который мы при submit будем вызывать. Метод add, который будет добавлять новый комментарий. Давайте его создадим. Public function add. Здесь в самом верху мы добавим метод validate. Он ничего не принимает, по умолчанию мы будем брать правила из свойства rules. То есть проверять на то, чтобы текст был у нас задан. Далее мы сошлемся на нашу модель. Далее на связь, пальмортную связь с комментариями. Такоменс2. И после чего создадим новый комментарий. текст у нас будет браться из свойства текст. Оно динамически здесь наполняется. При вводе во вьюхе, так как мы здесь используем атрибут вирмодел, мы также здесь уже в liveWire компоненте наполняем эту переменную. Но это для тех, кто еще не работал с liveWire. Для тех, кто идет далее по роликам из курса Laravel с нуля. Хотя до этого на канале уже были ролики по liveWire. Вы также можете их посмотреть. И это внесет ясность. Заодно мы сейчас работаем с liveWire. Учимся, возможно, для кого-то чему-то новому. Так, здесь мы создаем комментарии. Мы заполняем текст комментария. Но также нам необходимо заполнить текущего пользователя. Да, у нас здесь несколько гвардов для админки и для самого сайта. Поэтому здесь укажем. То есть здесь мы... После чего, после того, как комментарий создан, нам также необходимо очистить поле с текущим комментарием. И также в обратную сторону это работает здесь. То есть при изменении свойства, скажем вот так. Оно также поменяется и во вьюхе, и текстария уже станет без него. Но лучше воспользоваться liveWire методом reset. И здесь можно в виде массива, можно в виде строки указать те свойства, которые будут обнуляться. В нашем случае это текст. Давайте идем дальше. Мы создали компонент с комментариями. Вот такой он у нас простой получается. Хотя и универсальный, и интересный. И поменяли вьюху уже на liveWire. Тоже сделали это по сути крайне быстро. Далее возвращаемся к нашей вьюхе, где у нас выведены комментарии. И здесь давайте сверху выведем уже liveWire компонент с комментариями. Делается это через tag liveWire. Далее внутри мы первым параметром передаем название нашего компонента comment. И далее параметры, которые мы передаем уже в сам компонент. В нашем случае нам требуется текущая модель. Это у нас пост. То есть сейчас мы вызвали liveWire компонент. Передали модель пост. Опять таки далее если у вас будут появляться новости, блоги, все что угодно, где требуется комментарии. Вы просто будете копировать вот эту строку кода с вызовом компонента. И здесь просто менять модель. То есть получаются интересные универсальные комментарии. Но прежде чем радоваться, давайте посмотрим работает ли это. И работает ли вообще. И мы сразу видим ошибку. И само собой мы ее видим, потому что мы создали модель, создали миграцию. Но миграцию не выполнили. В базе данных этой таблицы нет. Сейчас мы выполнили миграцию. Как видим, comment2stable у нас создан. Вернемся назад. Теперь у нас уже ошибки нет. Мы видим несколько комментариев. Наш liveWire сверху. Давайте обычные пока что уберем, чтобы они нам не мозолили глаза. Оставим пока что только liveWire. Видим liveWire компонент. И давайте попробуем что-либо написать. Как мы любим, напишем hello world. И у нас ничего не появилось. Друзья, кто внимательный, кто понял почему так, почему мы используем liveWire, но у нас динамически сразу не отобразился комментарий. Открывайте комментарии на YouTube и обязательно пишите, в чем проблема. Не хватает одной важной строки. И я думаю, кто-то из вас понял почему. Вы пишите. А мы сейчас продолжим и посмотрим, почему так произошло. То есть смотрите, если мы сейчас обновим страницу, то наш комментарий hello world появится. С чем это связано? Возвращаемся в код. Возвращаемся в класс liveWire компонента. И здесь мы добавили новый комментарий. Но поскольку во вьюхе мы обращаемся к комментариям при инициализации этого компонента, у нас при добавлении ничего в этом comments не изменилось. То есть коллекция осталась прежняя. Мы же не используем двойные скобки, чтобы каждый раз у нас выполнялся новый запрос с комментарием. А у нас используются комментарии. Это коллекции, которые у нас отображаются при инициализации модуля. Что нам для этого нужно сделать? Нам нужно далее, после того как мы добавили комментарий, воспользоваться у модели методом refresh, который обновит все связи. После чего у нас сразу будет отображен комментарий. То есть comments уже здесь во вьюхе в этой коллекции. Уже будут подгружены новые комментарии из базы. Давайте посмотрим. Обновим еще раз страницу. И напишем еще какой-либо комментарий. И видим, что он сразу появляется. Да, видим, что комментарии немножко неправильно появляются внизу. Хотя может быть и правильно в каких-то случаях. Но можем это сразу здесь исправить в трейде. И добавить order by. Сразу укажем desk и поставим по дате создания. Вернемся. Видим, что сортировка изменилась и новый комментарий у нас появляется сверху. На этом все. Мы сделали с вами универсальный LifeWire компонент по комментариям. Я думаю, он будет использоваться у вас часто, если вы его реализуете именно так. Это будет интересный, крутой подход универсальный. Ничего, как видите, сложного здесь у нас не было. Делается это все крайне просто. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно пишите комментарии. Возможно, какие-то моменты вы бы сделали по-своему. Также не стесняйтесь. Пишите об этом. Я все это воспринимаю нормально. Ставьте лайк, кому понравился. Подписывайтесь на канал. Те, кто еще не подписался, прожимайте колокольчик. Также, если хотите поддержать мой труд, то обязательно оформляйте подписку на моем проекте katkot.ru. Мне будет очень приятно. Это поможет в развитии канала. На этом все. Увидимся в следующем ролике. Продолжение следует... Продолжение следует...